Всем доброго дня. На улице дождь. А мы ездили в неврологию. Я ездила к неврологу на лечение. Полечил меня. Сказал третий раз обязательно. Буду изыскивать возможность, чтобы попасть к нему третий раз. Записал мне на 16 число. Раз надо, значит надо. Навестила своих девчонок, которые еще пока лежат. Я, если честно сказать, уже прям скучала по ним. И хочу отметить там на комментарии такой какой-то такой злобный, знаете. Я, может быть, не довела мысль свою до нужной кондиции, когда про бабок говорила. Да, я тоже бабушка, да. Но у нас лежала такая бабушка, неадекватная немножко. Я ее по жизни здесь по-отрадному знаю. Она, как сказать, мы кушать садились, она начинала плевать на стены. Это вот я про это. Я просто боюсь, что я не совсем вам видео донесла, о чем я хотела сказать. И получилось так, что вот я на всех бабок там могу батон крошить. Нет, мы все там такие, в таком возрасте лежали. У нас вот молодая девочка одна была. Все мы бабушки, все были старше меня. А это просто были неадекватные, понимаете, неадекватные. Которые по жизни капризные люди. Хотят, что хотят, то и делают. Этих людей даже дети домой не забирают. Потому что они им нафиг не нужны. Всех достали. И такие вот люди вот были в палате. Которые не разрешали ни двери открывать, ни окна открывать. Люди все спать ложились. Она мешки свои доставала, начинала шуршать, перебирать. Специально спать не давала. Потом мокруту свою харкала везде. Ходила это. Это я считаю неадекватно. Вот про это я хотела сказать. Остальные мы все хорошие бабки там лежали. Замечательно. Вот детка рядом со мной сидит. Адекватный детка? Детка адекватный. Рассаду мне все посадил. Курсить мне носил. А как же. Мы адекватные, да. И между прочим хочу сказать. Вот я ушла. А девчонки по мне скучают до сих пор. Вот так вот. А это у меня бабка-то адекватная. Я по ним тоже скучаю. Я не знаю, сколько Лиди лет. Ну всякая она старше меня тоже. И Вера вот тоже. Мне 71 год. Ой-ой-ой. Смотри, что. Дорога какая. Погода у нас вот такая. Он вот этот ускорячился здесь. Мы даже в больницу ушли. Я потихоньку шла. И то два раза чуть не упала. Дождь. Вот такая погода. Плюс что ли, да, Дера? Ну нет, же плюс 4. Плюс 4. Самая вот эта позорная погода. Мне не нравится. Марток. Марток. У меня приятно. Одевай 7 марток. 7 марток одеваю. Что, дедуль? Ты сейчас прям поедешь. Ой-ой-ой. Ставить машину. Ты меня высаживаешь и езжаешь? Смотри, как бы она не соскользнула. А зачем ты сюда? Высадил бы меня, доезжал бы. Ну ты высаживай. Я что там люди живу? Ну все, пошла. А нет, нет. Мне воды надо набрать. Я хотел полоснуть мою. Вон дворники. Песочек раскидывает. И вот такой вот у нас каток здесь, море и океан. Всем доброе утро. Всем доброе утро. Куда пошел, Александр Иванович? Молочку купить. В 8 часов. Привезли уже молочку. Позвонил. Ему сказали, прибегайте, а то скоро кончится. Потому что мы сегодня затеяли оладушки на дрожжах. А как оладушки без сметанки. Да, Деда? Да, да, да. Ну что, девочки. Вот я вам как говорила. Вон, видите. Падает, падает. Вот здесь две штуки. Не, ну вот ты вчерашки, которую увидел. Вот это, я смотрю, что-то наклонилось. Что-то мне не нравится. Не знаю, земля такая. Вроде бы все как обычно. Вот, девочки, оладушки. Мешаю я. Сейчас одной рукой неудобно. Скажу, что здесь 100 миллилитров теплой воды, 150 миллилитров молочка деревенского, столовая ложка сахара, 3 грамма дрожжей, 250 грамм муки и щепотка соли. Все, яйцо я не положила. Вот сейчас, вот видите, какое оно, тесто получается. Вот тянется. Вот. Попробую по такому рецепту. Давно уже не пекла. Вот сейчас немножко, вот я его так клейковину разбужу. Двумя руками помешаю, вот так вот тесто. И нагрела уже вот духовку, там включила свет. И поставлю подниматься. Пока самек придет со сметанкой, уже можно будет выпекать. Думаю, что же я вам не показала-то. Вот такие вот пышненькие получились. Со сметанкой и с медом. Вот. Что осталось. Подходили, наверное, минут 50. А и топ на кресле сидит. А и топ на кресле сидит. Вот объелся, уже чихает. Когда он вкусно что-то съест, получит удовольствие, у него сразу начинается обчхуй. Девочке пришлось в магазин ехать на машине. Идти невыносимо. Посмотрите, у нас что творится. У нас гололед страшный. Вода. Под водой там лед. Скользко очень. Даже от подъезда, вот чтобы до машины дойти, прям тяжело. Вот. А фитоспорин мне нужен. Ну, Саше пришлось пойти в гараж за машиной, чтобы свозить меня за фитоспорином. Вот. Съездили мы в хозяюшку. Купила вот такие семена гороха. 41 рубль. Редисочку подкупила. Ням-ням. Жара. И лаванду купила. Сейчас я ее положу в морозилку. Для, как это говорится, стратификации. В сутки она у меня в морозилке полежит, а завтра я ее посажу. А то моя что-то зачахла. Ну, естественно, вот фитоспорин. Что мне и нужно было. Потому что кое-какие у меня растюжки стали падать. Сейчас, вот как здесь в инструкции есть, разведу, чтобы был маточный раствор. Вот. Зашли в фабрику. Как она? Фабрика качества на рынке 40-м. Купила чаобату. 36 рублей. 2 огурчика и 4 бедрышка на ужин. Сейчас я замочу, а вечером мы запечем. Что-то надо будет ужинать. Сделаю салатик и бедрышко. Да, девочки, очень скользко. Сейчас скажу вам. Плюс 5 у нас. Вот сегодня 10 марта, плюс 5. Я говорю, Саша, снег быстро сойдет. Потому что дождь шел. Быстро сойдет. Я вчера ездила опять на лечение к врачу. Как он, остеопат, невропатолог. Крутил меня, вертел, вертел, крутил, крутил. Шею хрустел. Плечи выворачивал. Ноги дергал. В общем, нужно будет еще один раз. На 16 число он меня записал. Но я сейчас уже твердо, Саша, сказал. Говорю, я не пойду больше. Как голова кружилась, так она и кружится. Я все в надежде, что мне поставят вроде как шею. Может, выбилось там позвонки. Шею на место поставят. Но два раза я была у него же на приеме. Прием все-таки не дешевый. Поэтому я решила в третий раз не ходить. Я лучше эти деньги потрачу. Сдам анализы, схожу в инвейтро. Саша ругается на меня. Говорит, доктор сказал три раза. Значит, иди три раза, найдем деньги. Я говорю, нет, не пойду. Не помогает. Не помогает. Если бы я почувствовала какое-то облегчение от внутривенных вливаний вот этого циррабролизина. Потому что соседи мои по палате тоже делали циррабролизин. Она говорит, я чувствую, мне легче. А я не чувствую, что мне легче. Как у меня кружилась голова. Давление я сейчас пока держу. Я пью уже постоянно бета-блокаторы. И они вместе с моими таблетками от давления как бы держат мое давление. Бета-блокаторы это беталокзок. И вот ко вам лосет. Это вот волсартаны. Пока вроде бы как держится давление. Не сглазить боюсь даже. Потому что это так непредсказуемо вообще. Но вот у меня и мам плохо себя чувствует. У нее давление так скачет. Вот сейчас вот так я с ней разговаривала. Она говорит, я вообще вчера помирала, лежала. Ну какое может быть тут давление, да? То мороз, то вот такая вот погода плюсовая. Вообще. Это зима что-то, это что-то с чем-то. Не знаем, как ее пережить скорее. Вот видите, как пасмурно на улице. Прям пасмурно. Пасмурно. А я сегодня с растюшками своими занималась. Подсыпала земельку. Земельку подсыпала. А завтра, наверное, вот фитоспорин сегодня я разведу. И завтра все проливу. Сегодня немножко вот здесь солнышко было. Мы их уже таскаем на солнышко. Ну как сказать, скучать себе не даем. Вот. К солнышку ближе. Завтра фитоспоринчиком пролью. Может это падать перестанут. А то раз утром встанешь, вот 2, а 1 лежит. Не знаю, почему у меня такого не было. Или земля такая, или что. Не знаю. И это все тут горький перец, потом баклажаны. И такие перчики болгарские. Мы насажали столько из расчета, что у нас в грядку, в нашу, в короб помещается, сейчас вам скажу, 24 штуки. Ну 26, 24, 25, 26. Вот так вот где-то 26 штук. 2 перца будет, 2 грядки будет перцев болгарских. Одна грядка будет горького перца. И одна грядка будет баклажанов. Вот. Потом дебет-кредит сделаем. Что лишнее, конечно, маме отдам. Вот такие вот дела. Выдавила я фитоспорин весь в банку. Он вот такой глядит. Желеобразная такая паста. 500 миллилитров воды. И тщательно-тщательно нужно это все размешать. У меня есть ложка специальная. Она у меня, я землю ей насыпаю. Такая ложка у меня огородная. И хранится в огородных делах. Вот специальные огородные дела у меня тут. И сейчас буду я размешивать это все. Вот это будет маточный раствор. И уже отсюда по инструкции будем добавлять, сколько нам нужно, необходимо для полива, для обработки. Хранится этот раствор до 25 градусов тепла. При комнатной температуре буду хранить. Неплохо размешивается, долго придется. Не буду ваше внимание задерживать. Буду мешать. Всем доброе утро. Позавтракали, занимаемся рассадой. Посмотрела несколько видео, как вырастить лаванду. Я выращивала уже лаванду, но не помню, как. Выросла она у меня немножко, стала погибать. Вот решили обновить. Купил вот такую вот синеглазку. И решили вот таким способом. Вот семена высыпала. Здесь 1 грамм. Побрызгала перекисью водорода. Сейчас оставлю минут на 30. Подготовили почву. Здесь с вермикулитом. Вот вермикулит. Торфоналозная земля. Вермикулит. Я не стала песочек сюда добавлять. Побрызгала уже вот так. Сначала. После перекиси промою семена. Ну как промою? Наверное, не промоешь никак. Я их просто подсушу немножко на тряпочке. Подсушу чуть-чуть. А потом, наверное, зубочисткой разложу. Вот. Второй способ был такой. Просто посеять семена в грунт. И на 14 дней поставить в холодильник. Но хочу сказать, они у меня сутки пролежали в морозильнике. Как говорят, надо стратифицировать семена. Кто сколько говорит? Кто говорит, 3 месяца в морозилке они должны лежать. В общем, я положила на день. На сутки. Вот. И в перекись. Посмотрим, что получится. Будем наблюдать. И так же хочу пролить всю рассаду. Здесь мы отмерили 5 литров воды отстойной. Сейчас добавлю чайную ложку разведенного фитоспорина уже готового. Это как маточный раствор. Вот. Пачка фитоспорина 200 грамм на 2 стакана воды. Вот развели. Чайная ложка вообще идет по рекомендации. 2 чайные ложки на 10 литров воды. Но мы пока на 5 разведем. И прольем спринцовочкой потихонечку всю рассаду нашу. Главный мой помощник. Ждет команды. Всем доброго дня. У нас, девочки, мерзкая погода. Сегодня 13 число понедельник. Дождь идет почти. Снега нет. Посмотрите, что у нас. Снега практически нет. Дождем все съела. Еле-еле люди идут. Скользко. Александр Иванович сейчас пошел мусор выносить за хлебушком. Завтра пенсия. Пошел что-нибудь купить к ужину. Я говорю, как ты пойдешь-то? Смотри, будь осторожен. Ну, а я сажусь тут подбивать дебет, кредит, квитанции. Записываю, что надо купить. Приготовил свои таблетки. Водичку буду запивать. И сейчас, как сказать, свои канцелярские работы буду выполнять. А потом, наверное, придется погладить. Накопилось у меня тут несколько стирок уже. Видите, сколько? Пока меня не было тут. Санек даже постирал. И я вот пришла уже, постирала. Сегодня утром вот сложили все. Вроде сегодня более-менее себя чувствую. Поэтому, наверное, надо все-таки воспользоваться этим моментом. И погладить белье. Вот. Отказалась я. Написала доктору, что я не приду 16-го числа. На третий сеанс лечения. Как это? Как остеопат лечит там шею на место, ставит позвонки, хрустит оттуда-сюда. Смотрите, гелиотроп. Из 20 штучек. Три штучки только взошли. И эти бы как не потерять. Также лаванда стоит пока еще. Бархатцы дружненько как взошли. Молодцы. Вот. Так что вот так рассада пока выглядит. Люда у меня спрашивает сваха. Когда будем сажать помидорки? Говорю, после 20-го числа. Успеет, вырастет Люда. Не надо нам большие их хранить. Как раз будет хорошо. И посмотришь на красный свет, и сразу прям в глазах аж темно. Вот. Вот пока такие дела, девчонки. Даже не знаю, чего вам снимать. Пока самочувствие. Вот, наверное, из-за такой погоды дреной. Потому что в середине марта, вот завтра, по-моему, да, 14 марта, Евдокия. Дуськин день. Евдокия. Я помню, да. Всегда еще снег лежал. А сейчас у нас вот такая история. Поэтому, не знаю, девчонки, настроение пока не очень. Потому что плохо себя чувствую. У меня самое главное, голова кружится. Не знаю, все-таки это у меня последствия от того, что я, когда мамины сапожки носила в ремонт, упала, ударилась головой. Сильно подскользнулась я. Что это вот отголоски, это сотрясение. Не знаю. Или это отголоски моих гипертонических кризов. Тоже не могу сказать. Но вот с пенсией я себе уже в корзину положила в аптеке. Рой хочу купить бетасерк. Мне в свое время, давно-давно, назначал невропатолог в Самаре, в Калинино. Очень-очень пожилая женщина-невропатолог. Она говорит, попробуйте, хорошо помогает. Почитала отзыв. Действительно помогает. Но помогает, якобы, как говорят, на время. Но хотя бы на время, может, так и остановится. Что, Александр Иванович, как вы там на улице-то? Прополз. Прополз? Вон что, весь мокрый. Вот такая вот погода. Поварский стандарт качества. Хватило денежек-то? Да. Добавлял? 217 они стоят. Но там у меня 220 было на карте. Песня нет. И скидочка еще была? Как же? Да ты чего? Это у меня и этот есть. И прям ты хочешь сказать, что ты прям чуть ли не... 187, да. Ух ты! А где у меня она? Ну и ладно, не надо. Ну как это не надо? Мне карточку отдать надо. А, дай. А, ты еще и с дачи мне принес. Их, молодец какой. Видите, как мы до пенсии-то прям... Сегодня у нас будет гречневая каша. Да? С сосисками. У нас еще там это осталось. Кто? А вчера мы с тобой тушеночку таскали. Да. Так что сегодня мы проживем. Тушенка, каша и сосиски. Завтра пенсия. Да, вот так вот болеть-то. Денег сколько истратили на лечение, да, на лекарства. Поэтому, да, пенсия не очень. Мне нравятся вот эти сосисочки. Прям вкусные. Там такие все были. Я сначала в роде их, а потом читаю они с цветов. Вот я тебя предупредила, да, не покупая с сыром. Это же мама не любит. Да, мама не любит у нас. Вот такие вот дела у нас. Собираю вот такие корочки. Эти корочки потом, когда смородину-то, будем обрабатывать. И надо будет разложить прям возле корня. Всякие вот эти вот... Вредители они не любят струсовый запах. Сушим корочки, короче. Так что погода дрянь? Очень дрянь. Очень дрянь. Очень дрянь. Очень дрянь. Ты как шел? Вот так? Как на лыжах? Или на коньках? Нет, я смело шел. Смело? Думаю, недалеко от дома. Упаду, быстро бегу. Прибежишь, если упадешь. Да, быстро двигаюсь. Если не оторвешь ничего, да? Нет. По дороге. Так что где-то, если меня харизма сегодня посетит, возможно, эту кучу я одолею. Пока не посетила. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok